Догонит и перегонит ли вторая волна первую? Летом максимальное число инфицированных в сутки было 246. Ну и сама волна подъема скорее напоминала цунами. Скачок произошел за неделю с небольшим. Сейчас со мной в студии Никита Ермаков. Никита, привет. Скажи, скоро ли станет легче? Привет, Андрей. Надеемся, что скоро, так как постоянный рост цифр, мягко говоря, угнетает. На последней пресс-конференции Виктор Томенко подчеркнул, эпидподъем длится уже 8 недель. Для сравнения, в середине сентября было всего 60 инфицированных, а в начале ноября 227. Разница почти в 4 раза. Последние дни замечается небольшое замораживание цифр, возможно, это то самое плато. В пересчете на ковидные места о стабилизации ситуации пока говорить рано. С другой стороны, такое быстрое разворачивание огромного количества коек красной зоны успокаивает. Без помощи люди с осложненным течением коронавируса не останутся. Впрочем, следить сейчас нужно и за сопутствующими заболеваниями. Алтайский край уже в несколько раз превысил привычное число заболеваемой – степневмонии. Летом в три раза, а судя по последней неделе – в 15. Сейчас за неделю выявляют около 3,5 случаев воспаления легких. Подавляющее большинство этих пациентов лечатся дома. Скоро их и больных с подтвержденным коронавирусом смогут поддержать бесплатными лекарствами. Для этого край получил, напомню, 87 миллионов. Помогать могли бы уже и сейчас, но власти столкнулись с теми же самыми проблемами, что и обычные жители. Мы опять столкнулись, конечно, с дефицитом этих лекарств у потенциальных поставщиков. Буквально конкурс объявили, а на него никто не вышел. Одна компания вышла со сроками поставки примерно в 20-х числах ноября. На каждого пациента выделяют по 7-8 тысяч рублей. Посчитали, что такой суммы достаточно для полного курса лечения от коронавируса антибиотиками и противовирусными. Также из хорошего. Легче стало службой скорой помощи. При норме 800 заявок в сутки и максимум месяц назад в 2 с половиной тысячи вызовов сейчас количество снизилось. Да, это все еще не норма, но по словам губернатора, все их удастся отработать за первые сутки с момента звонка. Связано ли это с тем, что люди уже не так боятся температуры или в целом привыкли, это исключать нельзя. Впрочем, как и то, что общество в целом немного успокоилось. Волна недовольства действиями Минздрава, которая зародилась с началом пандемии, достигла пика в начале ноября, когда в Барнауле прошел первый согласованный митинг. Жители выступили против руководителя Дмитрия Попова. Может быть логика такая, что коней на переправе не меняют и его отправят в отставку после эпидемии, но не будет ли это слишком поздно? Имеем ли мы моральное право подождать и пожертвовать здоровьем и жизнью еще какого-то количества наших земляков, дав министру доработать? Но губернатор четко обозначил, кадровый вопрос перед ним сейчас не стоит. Руководство региона скорее озадачено, где взять медиков. На работу с ковидом уже брошено почти 5000 специалистов, в скорых почти 1500, в поликлиниках почти 9000 медиков, привлечено почти 1000 студентов. Новых медработников Минздрав ищет через центр занятости. Судя по сообщению, нужны все санитарочки, врачи, медсестры, реаниматологи, пульмонологи и другие. Среди безработных медиков оказалось немало. Минздрав уже разработал план по индивидуальному возвращению работников в медицину. Те, у кого есть дипломы и сертификаты, уже выписали направление на трудоустройство.